Всем привет, это Тафф Гайд, самый жёсткий, чёткий, сильный путеводитель по хоккею и одновременно самое лучшее шоу о хоккею по версии моей мамы. И сегодня вы узнаете чуточку больше о хоккеях. Сегодня я продолжу вам рассказывать о происхождении названий команд НХЛ и пришло время второй пятёрки. Лего, 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 лего! Каролина Хэрикейнс. Клуб Каролина Хэрикейнс был основан в 1972 году. Изначально команда называлась New England Willers. Перед сезоном 79-80 клуб был принят в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге нынешние Хэрикейнс выступали под названием Hartford Willers. Целых 18 сезонов. В 1994 году команду купил Питер Карманос. Каролина Хэрикейнс. Клуб был назван по окончании сезона 96-97 после того, как клуб был перевезён из Коннектикута в город Роли, штат Северная Каролина. В переводе Хэрикейнс означает «Ураганы», поэтому и прозвище команды «Ураганы» достаточно логичное. Интересно то, что новый владелец не стал объявлять никаких конкурсов на название для клуба, как это делали многие его коллеги. Карманос выбрал название Хэрикейнс, самостоятельно мотивируя свой выбор тем, что ураганы в Северной Каролине – частое явление. Поэтому такое имя идеально подходит клубу. Между тем, из-за большого числа свиноферм в штате. Он рассматривал и вариант Каролина Айс Хокс, поэтому нынешние «Ураганы» могли легко стать ледяными свиньями. Правда, свиной лёд на команде всё же отразился, ведь талисманом Каролины Хэрикейнс является Штормий – ледяной кабан. Чикаго Блэк Хокс. Мультимиллионер Фредерик Маклаффлин в середине 20-х годов 20-го века приобрёл за 200 тысяч долларов клуб «Портлинд Роузбакс» у браке Фрэнка Лестера Патриком, организаторов западной хоккейной лиги. Команда была перевезена в Чикаго, штат Ренойс и получила название «Чикаго Блэк Раздельно Хокс». И это не ошибка, действительно, раньше название команды писалось отдельно и только с 1986 года началось писаться слитно. Маклаффлин – бывший армейский майор. Во время Первой мировой войны он служил в дивизии, которая называлась именем вождя индейского племени Сауков – «Чёрного Ястреба» – «Блэк Хоук». Поэтому над названием своей новой команды Маклаффлину долго думать не пришлось. Иногда Чикаго кличут «Орлами», но это неправильно. Талисманом «Чикаго Блэк Хоукс» является Томми Хоук, легендарный индейский воин. Он ненавидит, когда его называют «Орлом». «Чикаго Блэк Хоукс» является одной из старейших франшиз в НХЛ. Колорадо Аваланж. История нынешнего Колорадо Аваланж начиналась с 1972 году в канадском Квебеке, где на свет появилась команда Квебек Нордикс. Нордикс существовал вплоть до 1995 года, а 1 июля 1995 года команда переехала в Дуэнвер и сменила название на Колорадо Аваланж. Интересно то, что в этом же году, сразу после переезда, Лавины выиграли свой первый Кубок Стэнли. Клуб мог называться и по-другому. В числе вариантов, например, было название «Экстрим», но оно получило много отрицательных отзывов. В качестве имени было как раз выбрано Аваланж. Также рассматривались названия «Бирс» — «Медведи», «Куберс» — «Пумы», «Ренегейтс» — «Отступники», «Аутлоус» — «Изгои». «Аваланж» в переводе с английского означает «Лавина», «Маскот» Колорадо Аваланж — Синбернард Берни. Он пришел на смену Йети Хаулеру — первому маскоту Колорадо Аваланж. Коламбус Блю Джекетс В 1997 году руководство НХЛ приняло решение о расширении лиги. Тогда в состав национальных отдельной лиги была принята команда, домом для которой стал город Коламбус, штат Огайо. В 2000 году Коламбус Блю Джекетс провели свой дебютный сезон в НХЛ. Конкурс на название команды показал, что более 14 тысяч болельщиков поддерживают вариант «Блю Джекетс». Многие ошибочно считают, что английское слово «Джекетс» в названии клуба переводится как «пиджаки» или «жакеты». На самом же деле «Джекетс» означает «мундиры». Таким образом, имя команды звучит как «Синие мунтиры». Именно это правильный перевод названия клуба «Коламбус Блю Джекетс». Прозвище «Синие мунтиры» уходит корнями в американскую историю. И ничего общего не имеет с модой и стилем, поэтому прозвище «Мотники» или «Стилеги» также является ошибочным. Но все равно команду иногда так называют. Мундири синего цвета носили офицеры федеральных войск Севера во время гражданской войны в США. Разобравшись с историей название клуба, все встало на свои места, и теперь понятно, откуда же все-таки взяли «Синие мундиры». Кстати, знаменитая пушка на домашних матчах «Коламбуса», производящая залп прекрасной заброшенной шайбе «Блю Джекетс» из той же «Опере». А маскотом клуба «Коламбус Блю Джекетс» является «Стингер» — хищная ярко-зеленая пчела с красными глазами. Даллас Старс Рождение команды датировано 1967 годом. Именно в этом году руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение расшириться до 20 команд. Нынешний «Даллас Старс» до 1993 года назывался «Миннесота Норд Старс» и базировался в городе Блумингтон, штат Миннесота. «Норд Старс» переводится как «Северные звезды». И такое название для клуба было выбрано болельщиками, которые использовали девиз штата Миннесота «Литуальду Норк», что в переводе с французского означает «Северная звезда». В 1990 году клуб Миннесота Норд Старс был продан. Новый владелец Норман Грин в 1993 году перевез команду в Даллас, штат Техас, и сменил название клуба на «Даллас Старс». Прозвище «Звезды» — это перевод слова «Старс». Маскот «Даллас Старс» — Виктор и Грин — абстрактное зеленое существо с рожками в форме крюков хоккейной клюшки. Вот такая вот подборка на сегодня. Ставьте лайки, если вам нравится эта тема, и обязательно делитесь ей со своими друзьями, пусть они тоже будут в курсе, как вообще зарождались команды и почему они так называются. А так все на сегодня. Увидимся на хоккее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова